И Владимир Барышев, который сидит на сцене и такой, черт, это же наша песня. Итак, Владимир, доброе утро, рада вас видеть по пятнице, всегда традиционно к нам приходите, помогаете нам разбираться в юридических вопросах. Да, и мы сегодня говорим, здрасте, про установление юридического факта. Я к вам сразу, коллеги, обращусь, установим факт, что ты должен будешь потом счет перевернуть. Помнишь? Нет, почему перевернуть? Она не ответила, она не заработала ничего. Значит, ничего не минусуется, да? Да, минусуется, все, ноль. Факт не устанавливается, все, ой, ладно, хотя бы так. Ну вот, давайте вернемся к юридическим фактам. Мы об этом хотели сегодня поговорить. Да ведь, Валера? Да, да, да. Валера говорит, что ему ничего не понятно. Объясните, пожалуйста. Звучит непонятно, на самом деле с этим может столкнуться каждый, и я думаю, раз в жизни кто-либо обращается в суд для того, чтобы установить факт, который имеет юридическое значение. Не любые факты можно установить, то есть нельзя установить факт, например, что ваш сосед плохой человек, потому что делает ремонт в воскресенье. Факт можно установить только в том случае, если он будет влиять на ваши права личные, порождать их, изменять, прекращать или имущественные права. Ну, иными словами, я думаю, будет понятнее, когда мы приведем примеры. Да, 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 я даже чуть-чуть не понял. Очень часто в семье живут люди, близкие родственники, однако в паспортах у них разные фамилии. Это связано с буквой Е, Ё, О, А. Вот так получается. И иногда из-за этой ошибки нельзя, например, вступить в наследство, нельзя, например, подать на алименты и так далее. Возникает вопрос, как это сделать? Вот необходимо установить факт, что вы являетесь близкими родственниками. А, да, но менять фамилию я, например, не хочу, да, эту букву менять не собираюсь, но я хочу сказать, что... Это же моя жена, типа. Да, вот, например, да, мы с Валерой, вот, то, что Валера говорит, сейчас муж может смотреть, не говори это. Алексей, привет тебе. Так, спокойно. Значит, и вот его, например, факт какой-то устанавливаем, так, прекращаем это все, факт мы какой-то устанавливаем, да, и что нам выдают, справочку, что это факт? Да, в первую очередь вы обращаетесь в ЗАГС для того, чтобы они устранили ошибку, ведь это ошибка, ведь при регистрации не могло быть такого, что вам дали разные фамилии. Если ЗАГС вам отказывает, тогда вы уже идете в суд и приводите доказательства, что вы являетесь мужем и женой, братом и сестрой, отцом и ребенком и так далее. Как они это делают? К нам приходит специальная тетенька и говорит, ну вот что, правда вот это вот все? Я поверь вам на слово. Такая и подписала документы. Вы муж и жена, это правда. Вы делали вместе ремонт? Да. Да, ну, тем более, все. Вы ругаетесь очень громко, ну, все понятно. Вы жена. Для того, чтобы запустить этот правовой механизм, необходимо составить заявление об установлении фактов, имеющих юридическое значение, и подать его в суд по месту вашего жительства. Есть одно исключение из этого правила по подсудности. Если речь идет о недвижимости, то мы подаем по месту нахождения недвижимости. Затраты достаточно минимальные, что в плане времени, потому что составить такое заявление не составляет труда, если вы имеете общее среднее образование. И также финансовые затраты также небольшие, потому что госпошлина минимальна. Поэтому далее уже в судебном порядке, в судебном процессе судья выясняет те факты и устанавливает их, утверждает. То есть проводит исследование, и если доказательство налицо, то она говорит, что да, вы родственники, например. Ах, это делает судья, да? Другим ярким примером является установление отцовства. Если брак не зарегистрирован, люди живут вместе, и у них появляется ребенок, то не все отцы идут в ЗАГС, для того, чтобы написать совместное заявление. И у ребеночка в свидетельстве о рождении были указаны оба родителя. Женщина это сделать может одна, только если она состоит в зарегистрированном браке. Так вот, что же делать? Ну, не волоком же тащить мужчину в ЗАГС, для того, чтобы ребенка на себя записал. Поэтому женщина может пойти в суд с заявлением о восстановлении юридического факта отцовства. Туда приводятся, конечно, доказательства, такие как фотографии, свидетели и, возможно, даже тест ДНК. Это все устанавливается, судья говорит, да, действительно, это отец, выдает решение суда с печатью, и на основании этого мы вносим изменения уже в свидетельство о рождении. И извинения тоже запрещены. Ой, 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 что-то пошло не так. Прости, я, да, признаюсь. Знаете что? То есть, получается, это очень разные механизмы выяснения. Одно дело выяснить по фамилии, вот другое отцовство. Процесс доказывания может быть разный, ситуаций достаточно много. Я сейчас перечислю, вот основные популярные. Первые две мы уже сказали. Далее. Документы. Вы окончили какой-либо институт или техникум, и в дипломе указали неверную фамилию, или ваше имя, очень часто, или отчество. Что же делать? Конечно, мы должны сначала обратиться в учебное заведение, а если его нет, если оно уже уничтожено, разорилось и так далее, даже здания уже нет, то мы, конечно, должны идти в суд и говорить, что этот диплом мой, вот мои одногруппники, они подтвердят, что я окончил. Вот даже мой, например, педагог, который меня учил. Да плохо учился, Сенька, но учился, да. Зачет сдавал мне, три раза зачет сдавал. Да. То есть, этот диплом, мы доказываем судье, что это мой диплом, и второй вопрос, что он повлияет, например, на мое трудоустройство. Вот мне отказали, я не могу устроиться на работу. Далее. Факт нахождения на иждивении. Если более года с нами живет дальний родственник, которого мы содержим, и после этого, значит, наследодатель, родственник, который содержал, умирает, то такой родственник, которого содержали, имеет право на обязательную долю в наследстве, несмотря на то, что он не является наследником первой очереди. А как доказать, что он был на содержании? Вот идем в суд. Безобразие. Да, еще один пример. Да, сложно. Еще один пример. Пользование, открытое пользование и владение жилым помещением, например, недвижимостью. У нас есть несколько вариантов принятия наследства. Юридически идем к нотариусу, пишем заявление, а многие просто продолжают жить в квартире, осталось после бабушки. Я ее охраняю, за нее плачу. Это называется фактическое принятие наследства. Вот, чтобы установить этот факт, иногда требуется пойти в суд, и после этого мы регистрируем право собственности на себя, как на наследника. Также у нас иногда возникают ситуации, когда человек погибает, и необходимо зарегистрировать это в ЗАГСе, но ЗАГС отказывает. Он говорит, что человека нет, неизвестно когда и при каких обстоятельствах. И мы уже идем в суд и говорим, что вот свидетели, при таких обстоятельствах человека не стало. И вот тоже достаточно массовые примеры. В последнее время обращаются граждане, точнее женщины, живут на территории города Красноярска, не имея регистрации, и не могут получить материнский капитал после рождения третьего ребенка, краевой. Факт регистрации и проживания на территории Красноярского края обязателен, но у них нет регистрации, например, в другом регионе зарегистрирован, но живут здесь, рожали здесь, были на консультациях у врача и так далее. И вот приходится доказывать администрации района, которая, соответственно, занимается оформлением документов, что мы жили здесь и мы имеем право на этот материнский капитал. То есть факт, это истина, которая имела место в прошлом, и этот факт должен повлиять на возникновение, изменение или прекращение ваших прав. Слушайте. Два составных элемента. Да, каждый раз вы приходите, каждый раз удивляет что-то новое. Вот Владимир Барышев, адвокат, был у нас в гостях и говорил, что возможно через суд установить разные факты. Да. Вас благодарим. Ну и у нас по теме вопрос в любите настольные игры, Владимир? Да, я люблю, у нас большая компания и мы играем, ну, популярнее всего в мафию. В мафию? О, да. В город засыпает, просыпается мафия. Да, 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 в следующий раз мы обязательно с вами поиграем, кстати, соберемся и все редакции. А я еще как играю тоже, да? Я сразу вычислил, кто ты. Итак, блок полезной информации, вам тоже я буду посмотреть, а потом продолжаем. Пятничные игры, немного выстрелов. Все, давайте быстрее, 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 быстрее.